всем привет друзья меня зовут никита и сегодня мы с вами сравним метрополитены двух столиц москвы и петербурга погнали начнем сразу с интересненького с особенностей чем может похвастаться москва во первых это уличные участки до согласен не только в столичной подземке такое имеется но в контексте сравнения с петербургом который таковым похвастаться не может это несомненно московская особенность что у нас дальше вилочное движение например на филевской линии на станции киевская пути раздваиваются и поезда поочередно едут ток международная ток кунцевской дальше идут станции с балконами над путями например выставочная где вообще на втором этаже размещен центр профориентации московского метро ну или комсомольска следующая особенность интересная кроссплатформенная пересадка на кунцевской здесь всего три пути два из которых используются для поездов арбатско-покровской линии ну а филевской линии повезло меньше на нее выделен всего один путь на который прибывают поезда и с него же отправляются обратно ну и далеко не отходя от кассы следующая особенность трехпутные станции кунцевская тоже сюда относится но я решил ее выделить отдельно так как там все три пути регулярно используются а у например полежаевской или партизанской несмотря на наличие все тех же трех путей регулярно используется только крайние а центральный предназначен для ночного отстоя поездов или проведения различных выставок и мероприятий ну а теперь перейдем к санкт-петербургу и самым первым делом хочется выделить визитную карточку петербурга станции типа горизонтальный лифт изначально они были придуманы для удешевления строительства но в дальнейшем выяснилось что на их содержание требуется даже больше средств чем на содержание обычных станций но подобная конструкция хороша с точки зрения безопасности поэтому в 21 веке к подобным станциям вновь вернулись но уже современным подходом не только в москве есть интересные кроссплатформенные переходы и двухэтажные станции петербурге таковой является спортивная правда пока что из четырех путей используется только два один на верхнем ярусе другой на нижнем остальные припасены для перспективной кольцевой линии следующая особенность кроется все на той же спортивной 2015 году был открыт второй выход расположены на васильевском острове по другую сторону невы к нему идет 300 метровый туннель с трава латорами прямо под рекой следующий критерий для сравнения стоимость проезда в москве это 60 рублей за одну поездку но при оплате картой тройка 42 рубля в петербурге также 60 но если платить единой картой петербуржца через смартфон то стоимость можно снизить до 33 рублей далее сравним подвижной состав в москве новые асинхронные поезда такие как руси чака и москва почти окончательно вытеснили устаревшие номерные и ежи в петербурге же номерные и емы составляют 70 процентов от всего парка а новые типа невы юбилейного пока что в меньшинстве теперь сравним навигацию в москве на мой взгляд она сделана лучше с дизайнерской точки зрения но с точки зрения понимания не всегда легко сразу разобраться что куда петербурге мне очень нравятся цветные полосы на всю длину станции обозначающие линию что весьма удобно хотя и у такого решения есть противники дескать это изолента портит исторический вид станции но вы же не в музей все таки пришли основная функция метро транспортная так что удобная и правильная навигация самое главное следующий момент это глубина залегания петербург как известно построен на болотах и это не просто мем грунты действительно сложные водонасыщенные поэтому метростроевцам пришлось уходить на большую глубину в кембрийские глины из-за этого же кстати новые станции в петербурге появляются весьма редко а в москве же метро растет как на дрожжах да и большая глубина залегания у станции только в центре а ближе к краям метро и вовсе выходит на поверхность кстати мне часто задают вопрос почему так не сделать петербурге всему виной очень влажный климат все-таки балтийское море под богом дает и себе знать ну что ж такие вот сходства и различия получилось найти у меня на этом все огромное спасибо за просмотр оценивайте подписывайтесь и до новых встреч пока